... уже непосредственно на наших вводных технико-экономических вебинарах и также на наших расширенных технико-экономических вебинарах. И давайте, пожалуйста, проголосуем, поставим циферку 1 для тех, кто новичок, то есть я запускаю опросник, те, кто присутствует действительно первый раз на вводном технико-экономическом вебинаре, те, кто присутствует второй, третий или третий и более раз, то, соответственно, проголосуйте, соответственно, третий вариант. Напоминаю, что данный вебинар ориентирован в первую очередь на новичков. Естественно, процесс сразу сейчас не перестраивается, то есть многие уходят и третий, и четвертый, и пятый раз, потому что на данном вебинаре мы стараемся доносить Сергею Анатольевичу Сибирякову информацию максимально сжато, максимально кратко и, самое главное, максимально просто. И, соответственно, многие люди, которые только входят в проект, понимают азы, понимают аспекты того, что необходимо знать о Skyway, то, что необходимо рассказывать о Skyway при продвижении проекта и принимают для себя либо положительное, либо отрицательное решение. В большинстве случаев это положительное решение, потому что сейчас, на самом деле, остается все меньше и меньше у человека сомнений, что человек не увидит реализацию проекта Skyway и, соответственно, могут какие-то причины помешать реализации в дальнейшем, ближайшем будущем, на самом деле, проекта Skyway. У нас присутствует 88 человек, проголосовало 36 человек, я, пожалуй, подожду, то есть, пожалуйста, проголосуйте все, на данный момент 5 новичков, то есть, это, я думаю, что цифра не окончательная, многие новички просто не умеют голосовать на опроснике, и необходимо просто нажать циферку 1 и указать, новичок вы, либо присутствуете второй, третий раз, либо третий и более раз, пожалуйста, проголосуйте. И сегодня мы поговорим вообще, что такое технология Skyway, почему Skyway является основой и базисом шестого технологического уклада. Если говорить про пятый технологический уклад, то это всеми нами привычные средства коммуникации, именно цифровой, мобильной телекоммуникации. Это смартфоны, это планшеты, это другие различные гаджеты. Что касается четвертого технологического уклада, это, соответственно, двигатели внутреннего сгорания, автомобильная промышленность. И как раз-таки Генри Форд не первый создал автомобиль, но был одним из первых, кто ввел именно массовое производство автомобилей и создал народный автомобиль, то есть рынок народного автомобиля. И что касается сегодняшней темы разговора, то есть проект Skyway, это как раз-таки то, что изменит коренным образом всю мировую логистику. Это то, что сформирует сверхкапитализацию, новую сверхкапитализацию. Это то, чего на сегодняшний день на самом деле ожидают крупные финансисты, различные крупные венчурные фонды, банкиры, брокеры и так далее. Все, кто имеет отношение к рынку акций, запуску проектов, упаковке, продаже проектов, крупных действительно проектов инфраструктурных. И, соответственно, проект Skyway, это один из таких проектов, более того, который по капитализации мы прогнозируем, что перепрыгнет даже крупнейшее IPO Alibaba, то есть Jack Matt вывел корпорацию по интернет-коммерции на очень серьезные положительные результаты. И, соответственно, мы прогнозируем и есть основания это предполагать, что как раз-таки капитализация Skyway будет еще более крупной, чем Alibaba, чем Google, чем Apple. Давайте непосредственно перейдем к самому вебинару. Сегодня вы узнаете именно вкратце основы, вкратце я освещу технические характеристики, о чем нужно помнить человеку, который продвигает Skyway, о чем нужно знать и понимать человеку, который только входит в проект Skyway. И, соответственно, почему действительно Skyway является международным, я бы сказал, экономическим ковчегом и основой действительно шестого технологического уклада. И, соответственно, что такое вообще технологический уклад, сколько технологических укладов было, то есть это в своей части уже осветит Сергей Анатольевич Сибиряков. Напоминаю, что меня зовут Сходоев Алексей, я являюсь акционером международной группы компании Skyway с февраля 2014 года. Также у меня есть свой собственный традиционный бизнес, то есть я начал заниматься и развивать проект не потому, что я хотел развить, допустим, здесь структуру, сеть и так далее, а цели изначально были более глобальны и что касается людей, которые присутствуют на данном вебинаре, первое, что я хотел бы сказать, что это не интернет-проект, это совершенно новая модель развития корпорации, это то, что я называю сетевое построение корпорации и если бы не народное финансирование, то, возможно, мы этот продукт, продукт Skyway, технологию Skyway никогда бы не увидели. И в то время, когда передача информации происходит за мгновение, фактически мгновенно поступает цифровой сигнал в ваши мониторы, фактически мгновенно мы общаемся по мобильной сотовой связи, фактически мгновенно мы слушаем радио и так далее. И многие процессы происходят действительно максимально быстро, но чего не скажешь о мировой логистике и сейчас многие крупные корпорации терпят огромные убытки и теряют действительно доходы, фактически каждый час, когда их товары и грузы действительно здесь заморожены просто в оковах транспортно-логистических цепей, которые не разорвать на сегодняшний день и которые на сегодняшний день, проблемы и задачи которых нерешимы. И как раз-таки технологии транспорт Skyway это то недостающее звено будущей мировой логистики, которое позволит решить многие задачи, которые на сегодняшний день нерешимы. Какие это задачи, спросите вы, например, освоение северного широтного хода в Российской Федерации, то есть вообще проблема строительства железных дорог, проблема строительства автомобильных дорог в резкоконтинентальных суровых условиях на сегодняшний день нерешаемы. С помощью современной транспортной инфраструктуры эта задача нерешаема на сегодняшний день, потому что, соответственно, ни о какой эксплуатации железных дорог на долгий срок невозможно говорить. И если говорить про автомобильные дороги, то вы все прекрасно знаете, что огромные составы, они просто скатываются, если идет под уклон дорога, и, соответственно, так как ледяная поверхность, и так как действительно суровые условия. И как раз таки выходом является транспорт второго уровня, расположенный на опорах и перемещающийся на высоте 5,15 и более метров над землей. Но все это началось не год и не два назад, все это началось достаточно давно, еще в конце 70-х годов. И Анатолий Эдуардович Юницкий предложил на тот момент, на международной конференции по неракетному освоению космоса, как вывести промышленность в открытый космос. То есть он предложил конкретную модель, заменяющую концепцию космического лифта и так далее, позволяющую по стоимости 1 доллар примерно за килограмм, вывести действительно не только промышленность в открытый космос, но и легко и быстро доставлять на орбиту грузы, товары, доставлять с орбиты. И более того, в 2030 году в центре прогнозирования США прогнозировали, и также Сергей Анатольевич Сибиряков предсказывал и прогнозировал основываясь именно на макроэкономических исследованиях, что в 2030 году будет произведена добыча первого миллиона, выплавка первого миллиона тонны стали на орбите. И, казалось бы, кому-то это будущее, но еще в конце 70-х годах Анатолий Эдуардович Юницкий предложил способ, как вывести промышленность в открытый космос. Но, естественно, вы понимаете, на тот момент не было даже абсолютно никакой даже связки с интернетом, только начинались развиваться высокие технологии, хай-тек технологии, как мы называем их сейчас. И если говорить про направление Skyway, то это SkyTech технологии, и недаром сайт головной компании – это svtech.by, потому что это действительно небесные технологии, это новый тип технологий, которые будут формировать дальнейшие области промышленности с мощнейшей капитализацией, я хотел бы сказать. И Анатолий Эдуардович Юницкий, не получив поддержку в конце 70-х годов на именно предмет вывода промышленности в открытый космос, и модель и способ были не просто созданы, они были просчитаны и показаны. Естественно, требовался определенный договор со всеми фактически государствами, то есть это общепланетарный договор должен быть. И на тот момент мир не был к этому готов, как, впрочем, и сегодня, именно к выводу промышленности в открытый космос, и Анатолий Эдуардович Юницкий придумал транспорт второго уровня, именно пройдя путь от глобального к локальному. И как раз-таки благодаря тому, что в первый раз Анатолий Эдуардович столкнулся со сложностями, принятие его идеи, казалось бы, гениальнейшей идеей действительно на тот момент, и это бы вообще просто ускорило бы наше развитие, если на тот момент действительно была бы выведена промышленность в открытый космос, и Анатолий Эдуардович Юницкий стал развивать первое поколение струнной технологии, одноименной по имени, отчеству и фамилии Анатолия Эдуардович Юницкого, струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого получила свое рождение, и как раз-таки от глобального к локальному Анатолию Эдуардовичу Юницкий на основе существующих законов физики, используя существующие материалы, не используя какие-то, допустим, сверх какие-то понятия, то есть это абсолютно ординарные, понятные технорю на тот момент понятия и термины, и была создана технология SkyWay. Если говорить про то, что происходило далее, то в 2000-х годах было проведено испытание в Московской области, город Озеры, и профинансировал это как никто другой, как губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович. Это первый человек, который именно произвел серьезную крупную инвестицию в проект SkyWay, в том числе за собственные средства, и было произведено уже второе поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. В первую очередь это испытание путевой структуры, и, соответственно, я могу сказать, что вот ЗИЛ, уходящий в небо, который вы видите на картинке, это подвижная лаборатория, это очень серьезные испытания и эксперименты, которые доказали, что легкая ажурная конструкция при избирании многотонного рельсового автомобиля выдержит действительно, ничего не рухнет, и когда это произошло, вы можете увидеть, дамы и господа новички, в первую очередь обращение к вам, так как водный технико-экономический вебинар ориентирован в первую очередь на вас, вы можете найти все доказательства с трансляцией на ведущих телеканалах на тот момент, то есть это, естественно, общероссийские телеканалы и телевидение, и вы увидите доказательства научному достижению на тот момент. Аплодировали действительно Анатолию Эдуардовичу стоя, но на тот момент также время не пришло, и также Анатолий Эдуардович Ницкий столкнулся с определенными трудностями, даже несмотря на то, что в 2009 году, то есть с 2001 по 2009 год полигон Московской области город Озеры простоял и действительно существовал, жил своей жизнью, но через неделю после госсовета презентации господином Морозовым по инновациям в транспорте полигон был, к сожалению, разрушен, то есть это тот момент, который, скорее всего, должен был произойти, потому что это действительно еще одна очень серьезная трудность в развитии проекта, и все, что не делает нас, все, что не убивает нас, то делает нас сильнее. Есть такая поговорка, дамы и господа, и действительно все эти испытания, жизненные, научные испытания Анатолия Эдуардовича Юницкого привели к тому, что была предпринята модель развития именно народное финансирование. Это произошло в 2013 году, и благодаря началу краудинвестинга сейчас уже идет стройка, еще год назад была выделена земля, установлены все договорные необходимые отношения, сейчас уже фактически научно-производственное конструкторское предприятие в Минской области бизнес-центре «Титан», в Минске непосредственно, если говорить про экотехнопарк, это Марина Горка, в Минской области сейчас уже получает статус фактически проектного института, и, не побоюсь этого слова, даже получает сертификацию ИСО. То есть, что такое ИСО и для чего это все нужно, это мы уже осветим более подробно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Также мы продолжим общение про аэродинамику, какие испытания были проведены на аэродинамической трубе, то есть в виде продувки в Санкт-Петербурге, какие результаты мы ожидаем. Но, естественно, результаты это будет освещать и показывать лично сам Анатолий Эдуардович Ницкий. Я предполагаю, что по этому поводу обязательно будет отдельный вебинар. Но, дамы и господа, благодаря тому, что каждый из нас с вами действительно имеет возможность инвестировать в проект ту часть своих личных сбережений, которые он считает нужным, проинвестировать. То есть это от нескольких десятков долларов до нескольких сотен тысяч долларов. Я говорю про месячные инвестиции уже, потому что сейчас у нас действует именно система рассрочек, система подписок и возможность получения максимальной венчурной премии, так называемый дискаунт. И как раз таки сегодня, здесь и сейчас, каждый из нас с вами, как и, собственно, первые люди, кто проинвестировали в проект Skyway. И я думаю, что мы будем приглашать также гостей на расширенные технико-экономические вебинары. Те, кто действительно в числе первых проинвестировали в проект. И я лично знаю молодого парня, у которого акция под номером 3, если не ошибаюсь. И он в числе первых поверил в проект, потом его не развивал. Но, дамы и господа, он проинвестировал третьим, когда венчурная премия и риски были, соответственно, максимальными. И вот простой молодой парень, менее 25 лет, проинвестировал в этот проект. Он рискнул, да, на тот момент это был очень серьезный риск и достаточно рисковая инвестиция. Но когда уже идет строительство, и когда уже невозможно говорить, и это уже ушло, так скажем, забвение, это никогда не повторится, дискаунт 1,5 тысячам. Но на тот момент вот этот парень, который проинвестировал третьим, он получил данную венчурную премию. Сегодня риски действительно максимально сокращаются. И недолго тот час, когда произойдет демонстрация, далее сертификация. Вначале это будет легкий прогулочный, спортивно-экскурсионный транспорт. Далее это будет городской пассажирский и грузовой транспорт. И ориентировочно 2017 год это высокоскоростной транспорт. Возможно, даже высокоскоростной транспорт параллельно будет развиваться также еще раньше. Естественно, у нас сохраняется единственный риск, то есть это риск недофинансирования. Но так как были проведены серьезные переговоры с крупными европейскими венчурными фондами, я могу сказать, что скорее всего этот риск также уже исчерпан. И есть такая вероятность, что уже в 2016 году будет закрыт вход в корневую компанию. Что такое вход в корневую компанию? Это возможность инвестирования в корневую технологию. Это то же самое, что вам когда-либо предложили бы инвестировать в Apple, Google, либо в биткоины на заре их рассвета. Сейчас действительно заря рассвета, технологии SkyWay, проекта SkyWay. Сейчас нет еще действующих опытных образцов, но, друзья, когда они появятся, соответственно, стоимость акций будет совершенно другая. И чуть более полугода назад была выведена и создана стратегическая точка входа в рынок, то есть это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. И я думаю, что на ближайших также расширенных технико-экономических вебинарах мы осветим свое видение Сергеем Анатольевичем, насколько будет серьезным данное транспортное средство или нетранспортное средство, потому что сертифицироваться это будет более как аттракцион, если это один-два человека при вместимости. И, соответственно, юнибайки станут неотъемлемой частью городов будущего, линейных городов. В конце вебинара и своего обещания я обязательно сброшу ссылку на линейные города. Я считаю, что это выступление и презентация Анатолия Эдуардовича Юницкого достойно просмотру миллионами людей по всему миру, потому что это действительно города будущего, это действительно города самого ближайшего будущего, в котором, дамы и господа, мы все с вами будем вместе жить. И сейчас каждый из вас имеет возможность войти в корневую компанию до ее возможного закрытия на максимально выгодных действительно условиях. Далее, когда уже поедут легкие прогулочные, спортивные, экскурсионные транспорты, будут развиваться уже адресные проекты, то есть применение технологий в конкретных регионах и, соответственно, в конкретных странах все адресные проекты эти будут освещаться, будет показана примерная капитализация этих адресных проектов, если этот проект не секретный, если он публичный, открытый. И как раз таки с легкого прогулочного, спортивно-экскурсионного транспорта, дамы и господа, все уже началось и начнется, потому что история развития этого началась еще задолго до Уральской конференции, если говорить про август 2015 года, то есть конференция была немногочисленная по количеству людей, но она была вехой именно в рождении спроса на данный подвижной состав. Анатолий Эдуардович Юницкий еще раньше также думал над подвижным составом на основе струнных технологий, именно за счет запитывания белой тягой, то есть это именно спортивно-экскурсионный транспорт, и, как говорится, спрос рождает предложение и наоборот, и как раз таки когда возникла потребность в данном транспортном средстве, конструкторское бюро, научно-производственно-конструкторское предприятие, в кратчайшие сроки разработало концепцию легкого прогулочно-спортивно-экскурсионного транспорта. И как раз таки благодаря этой точке входа на сегодняшний день мы сдвинулись в мертвой точке при общении со многими чиновниками, губернаторами. Естественно, мы каждый день растем, и в плане алгоритма именно ведения адресного проекта, естественно, мы делаем ошибки, потому что мы как ребенок сначала, соответственно, ползем, потом идем уже на коленках, а сейчас уже, можно сказать, мы встаем. Но до распрямления плеч еще, так скажем, в рамках времени Skyway не так далеко, то есть я думаю, что это несколько месяцев, когда у нас будет создана конкретная юридическая схема по внедрению адресного проекта, но они уже начали внедряться по всему миру. Я могу привести, в пример, Ирландию, я могу привести, в пример, многие города России, я могу привести потенциальные проекты в Великобритании, на Украине, потенциальные глобальные масштабные проекты во Вьетнаме, Ханой Хэшимин, в Монголии, соответственно, в Боливии это освоение, освоение месторождений, именно которые представляют огромную нишу и огромный запас железной руды с содержанием железа более 60%. Если говорить про стоимость, то примерно за предыдущие месяцы, то есть за этими трендами я также активно слежу, примерно на 30% выросла руда. То есть это связано с потребностью в сталелитейном производстве и так далее, то есть именно в металлургических потребностях. И представьте, насколько вырастет вообще стоимость железной руды и насколько потенциально будет очень-очень перспективным адресный проект только в одной Боливии, это миллиарды долларов, именно прибыли. И насколько еще большие прибыли будут, если Skyway и путевая структура Skyway будут строиться действительно по всему миру. Технология Skyway имеет огромное количество преимуществ, но первые преимущества, о которых мне хотелось бы рассказать, дамы и господа, в первую очередь новички, это высокая аэродинамичность, это высокая экологичность, это безопасность и комфорт перемещения. От аэродинамичности также складывается ресурсоемкость, минимальная материалоемкость и также, естественно, дешевизна перемещения, то есть социальная направленность, фактически перемещение на транспорте Skyway будет по аналогии со Skyway, если двухуровневая дорога, внизу, соответственно, перемещается, к примеру, грузовой подвижной состав, везет уголь, либо везет железную руду, либо нефть, газ, вверху перемещается высокоскоростной подвижной состав пассажирский, либо наоборот, городской пассажирский внизу подвесной, то скорость пассажирских перевозок будет стремиться к нулю, как на сегодняшний день в Skype. Мы сегодня пользуемся Skype, Viber, WhatsApp, Telegram. Это те понятия, которые были введены только недавно, и более того, создатель WhatsApp, который создал данное программное обеспечение и продал его за несколько десятков миллиардов долларов успешно Facebook, на сегодняшний день миллиардер, и на сегодняшний день те люди, которые обладали долей компании WhatsApp, также весьма небедные люди, так скажем. И если говорить про потенциал вообще, то, что несет в себе технология Skyway, то, что несет возможности инвестирования, это, я повторяю, не может сравниться с тем, что было до этого, с тем, что есть на сегодняшний день. Потому что технология Skyway, это не то, что дальнейшее какое-то и далекое будущее, это уже ближайшее будущее, и действительно уже пора переходить на новый технологический уклад, пора вовсю использовать коэффициент аэродинамического сопротивления. Если говорить про подвижной состав Skyway, об аэродинамике, мы продолжим говорить более подробно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Он более серьезный, чем у спортивной авиации, чем у спортивных автомобилей, таких монстров, как Bugatti Veyron, допустим, и коэффициент аэродинамического сопротивления у Bugatti Veyron, 0,3 против 0,05 максимально возможного у высокоскоростного подвижного состава и других транспортных модулей Skyway. И, соответственно, это формирует огромные экономии при затратах топлива, это формирует именно перемещение сталь по стали, рельсового автомобиля по путевой структуре стальной, по головке рельса, максимальной экономии как топлива, так и материалов. Это очень и очень важно, как при эксплуатации, так и при строительстве. И давайте поймем вообще, почему называется струна, почему струнные технологии, почему натягиваем мы струны. Я всегда привожу очень простое сравнение с простым натяжением, то есть не важно, что вы натягиваете. Вот у меня в руках наушник. К примеру, мы натягиваем наушник и располагаем параллельно два наушника. Соответственно, если мы располагаем параллельно два наушника, то, натянув их, мы можем положить уже, допустим, телефон. И, если говорить о масштабах путевой структуры, то это предварительно натяженная, растянутая, неразрывная конструкция, закрепленная на концах анкерных опор. То есть это стальные проволоки, которые толщиной от 3 до 5 и выше миллиметров, в зависимости от применения, растягиваются, напрягаются, закрепляются. Соответственно, это уже достаточно устойчивая и прочная конструкция. Но далее идет закрепление этих стальных проволок, чтобы они не болтались и так далее, были бы упорядочены. Далее идет омоноличивание специальным наполнителем. То есть это либо эпоксидный состав, какой-либо, либо специальный раствор. И, соответственно, далее ставится стальная головка рельса. И как раз-таки по стальной головке рельса перемещается сталь по стали, как я уже говорил. Обычное стальное колесо, но оно не такое обычное, так сказал бы, также имеется ряд ноу-хау, перемещается за счет мотор-колеса. То есть это основной вопрос у новичков, который возникает, за счет какого типа движителя перемещается транспортное средство в Skyway. И, соответственно, от этого складывается дешевизна строительства, потому что материалы по сравнению с японскими технологиями высокоскоростными, по сравнению с традиционными автомобильными эстакадами, это намного дешевле и намного быстрее в строительстве. Если говорить про скорость строительства, то возможно строить один километр, если в одном направлении только движется строительство, если строительство будет идти навстречу, так скажем, двух бригад, двух отрядов строительных, то, соответственно, можно достигать даже в два раза быстрее строительства. Но грош цена была бы всем моим рассказом подобным и описанием технологии Skyway, если бы уже не началось бы строительство. И на самом деле, дорогие друзья, в первую очередь новички, на сегодняшний день это то, что мы видим каждый день, то есть я ставлю слайд очередного вещания, онлайн, так скажем, вещания, фоторепортажа, то, что сейчас происходит на стройке. Если говорить простым, опять же, языком, примерно то же самое, но за деньги крупных инвесторов я наблюдаю строительство возле спортзалов, которые я каждые несколько дней кожу, также строится бассейн, но это за счет привлечения крупных инвестиций. И бассейн это не то сооружение, которое является ноу-хау, которое получила Гранд-Про ООН за озеленение крыш, из которого, соответственно, будет выезжать инновационный подвижной состав, которого на сегодняшний день вообще нет нигде в мире. И это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет. Если говорить про потенциал, то представьте себе потенциал и скорость развития, которая будет намного быстрее, чем интернет. И это будет уже не виртуальное развитие, это будут совершенно иные рынки, это будет совершенно иной спрос на металлы, и, соответственно, так как будут осваиваться, в том числе, месторождения, так как будут осваиваться и добываться именно с помощью применения и освоения труднодоступных на сегодняшний день месторождений с помощью технологии Skyway, станет возможное открытие новых рынков металлургии, создание новых видов металла. И, дамы и господа, это действительно колоссальный рынок, это не только транспортная корпорация, международная корпорация ближайшего будущего, но это и целый научный кластер, целый научный инкубатор, целая научная небесная долина, то есть долина Skyway, как когда-то произвела на свет множество корпораций Силиконовая долина, то есть это детище пятого технологического клада. Также и произошло уже зарождение Skyway, и сейчас мы действительно находимся на крайней стадии, на предкапитализации. И это действительно супер возможность и супер причина для того, чтобы войти в проект Skyway, заинтересоваться им, гореть, жить проектом Skyway, потому что это не только научный высокотехнологичный проект, но и действительно потенциально достаточно и очень прибыльный проект. Ну а собственно более научной точки зрения о технологических укладах, о том, как вообще сам Сергей Анатольевич вошел в проект, расскажет наш народный экономист, не побоюсь этого слова, макроэкономист, прогнозист и тот человек, без которого невозможно было развитие проекта Skyway на определенной стадии, когда Сергей Анатольевич присоединился. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю за внимание, дорогие друзья, всех ждем на расширенных технико-экономическом вебинаре, кого эта информация заинтересовала. Спасибо, Алексей. Приветствую, друзья, кто первый раз присоединился к нашей работе. У нас традиционно среда 12 и 13 часов, это наши вебинары технико-экономические. Мы разделили сейчас, как вы уже заметили, 12 часов для новичков, потому что очень много информации, которая очень не воспринимается с первого раза, и когда мы для тех, кто уже в проекте, и тех, кто только подключается, давали одну информацию. Поэтому мы разделили сейчас. И я считаю, Алексей очень грамотно, очень доходчиво дал вводную информацию для того, чтобы узнать, чем мы занимаемся, что за проект. От себя могу сказать, что я вас приветствую, я вас, можно сказать, даже поздравляю тем, кто подсоединился к этому действительно очень грандиозному, действительно очень большому, очень важному, серьезному проекту. И сейчас уже однозначно можно говорить, что из краудинвестинга, из интернет-проекта, которым он казался два года назад, сегодня благодаря стройке, благодаря работе, благодаря получению уже уникальнейших научных данных, которые подтверждены экспериментами, проект все больше и больше набирает обороты уже как именно признанный. Он признан экспертным советом Минтранса. Кстати, тут очень много мы поговорим на следующем вебинаре. Тут есть определенные уже инсинуации вокруг этого протокола, потому что он появился, а потом неожиданным образом исчез с сайта Минтранса, и чуть ли не была паника, куда он делся. Но это, друзья, чисто технический сбой, он находится на своем месте, ничего страшного там не происходит. Но, тем не менее, показывает о том, как внимательно и друзья, и недруги следят за тем, что происходит вокруг проекта, как каждая такая информация вызывает целую бурю эмоций. Это тоже, друзья, интересно. По поводу сейчас нашей работы, то есть у нас 12 часов для новичков, потом мы где-то перед часом делаем 5-7 минут перерыв, и дальше уже переходим в работу нашего традиционного технико-экономического вебинара, на котором мы освещаем текущие экономические новости, связанные именно через призму Skyway, потому что у нас есть на что смотреть и что комментировать именно уже с точки зрения проекта. Мы комментируем вещи, согласованные с конструкторским бюро, и именно лично с Анатолием Юницким, когда он просит нас доводить определенные вещи и внимание акцентировать именно на тех вещах, которые надо знать с точки зрения техники. Потому что для того, чтобы очень серьезно понимать, чем же это самый традиционный вопрос, чем вы отличаетесь, допустим, от монорельса, но здесь однозначно можно сказать всем. И дальше небольшая лекция часа на 3 или на 6, в зависимости от подготовки слушателя, чем отличается. Поэтому сейчас можно сказать, что вот та стадия, если говорить классификации Сергея Юрьевича Глазева, эмбрионного развития, то есть внутреннего скрытого развития технологии, она пройдена. То есть когда наработаны технологические решения, наработаны заказчики, наработаны ноу-хау, которые могут сейчас очень быстро переходить в стадию уже практического применения. Это все скрытая эмбрионная стадия любой технологии. Вот у каждой технологии есть свой цикл развития. То есть когда она зарождается, потом и когда она эмбрионно развивается, потом, когда она выходит уже в свет, то есть массовое применение, потом ее взрывной рост, потом постепенное тухание и потом умирание. Это цикл любой технологии. И вспомните, уже на нашей с вами памяти, то есть это в ближайшее время технологии, которые появлялись, расцветали, входили и уже ушли. То есть вспомните мобильную связь, на первом этапе появились пейджеры, твиттеры, как они тогда назывались. То есть они появились, служили свое и ушли из нашей жизни. То есть вспомните, кто постарше чуть-чуть, ну имеется в виду, это старше хотя бы 25 лет, что такое, как были лазерные диски, как они были в диковинку, как они появились, как они вошли в нашу жизнь и отслужили свое, и сейчас, как они уже вышли из нашей жизни. Все, сегодня найти диск уже, во всяком случае, ни одного компьютера я с диском не вижу, а в машинах только пятилетней давности производства, которые есть диски в современных машинах, уже дисководы не ставят. То есть это тоже очень быстрый процесс, который прошел. Ну я уже не говоря про то, что, ну, я живу в деревне, у меня тут периодически пропадает интернет, и у меня сынишка шестилетний бегает со своим айпадом и говорит, что, слушай, что-то палочки есть, а связи нету, то есть что такое. И особенно ставят в тупик вопрос, папа, какой у тебя в детстве был интернет? И ему объяснить о том, что не то, что в детстве, а когда я заканчивал школу, заканчивал институт, заканчивал аспирантуру и даже писал в докторатуре докторскую диссертацию, у меня тогда еще не было, друзья, персонального компьютера, ноутбука. У нас был один общий на отделении экономики, и мы этим компьютером пользовались. А хотя, друзья, я еще не такой уж, в общем-то, на вид и древний. То есть это говорит о том, что технологии развились и вошли настолько стремительно, что мы сейчас, живя, находясь внутри, даже не замечаем этого развития. Просто те, кто постарше, видели, что появился интернет. Первый раз вы вспомните, когда вы услышали это слово «интернет», и сегодня, когда это стало нашей реальностью, скайп, общение с любой точки мира, в любой точку мира, видеосигнал бесплатно. Вспомните, как мы сегодня уже не представляем свою жизнь без мобильных телефонов. Это тоже еще не так давняя история, когда телефонизация или позвонить в деревню куда-нибудь, в Кузидеево, где живет у меня мама в границе Алтайского и Кемеровской области, это была целая история, потому что там был один телефон в сельсовете на всю деревню, и это было целое такое действие, позвонить, назначить время, что сегодня мы общаемся по скайпу, никаких вопросов. Единственная проблема, что скайп берет только на втором этаже, на первом этаже не работает. Но, как оказывается, сегодня есть такие проблемы. Так вот, друзья, это все сейчас говорит о том, что мы с вами находимся, и здесь вы можете доверять нашей информации, можете смотреть на нее скептически, единственное мерило нашей правоты – это время. И Алексей приводил уже примеры, что люди, которые входили полтора-два года назад, когда дисконты были там даже не полторы тысячи, а были еще такие дисконты один к двум с половином тысячам, это когда нужны были первые деньги для запуска проекта, и еще не была оформлена абсолютно юридическая форма защиты инвесторов, как она отработана сегодня. Тем не менее, люди входили, делали, и, естественно, они имеют сегодня те абсолютно привилегии, те права на венчурные премии уже акций компании, которые сегодня выходят на рынок, и это, друзья, абсолютно оправданно. И сегодня, если сомневаются, очень много говорят, я говорю, не верят. Друзья, вы поверьте, что за 35 лет, что Юницкий говорит, или за последние 15 лет, которые мы с ним вместе сегодня двигаем, сколько людей, которые не то что не верили, а смотрели на это скептически, но сегодня, благодаря нашей работе, благодаря тому, что сегодня ведется стройка, и доказательная база формируется прямо на наших глазах, очень многих меняются отношения, и особенно у крупных инвесторов, которые уже начинают входить крупными суммами соизмеримыми сотнями тысяч долларов, потому что ситуация в экономике и нашей, и мировой очень непростая, объектов реального инвестирования в инфраструктурные проекты очень мало, а мы действительно предлагаем инфраструктурные проекты, которые действительно будут обеспечивать инвестиции очень надежно и надолго, с высокой доходностью. Поэтому сегодня, как только стало понятно, что наши технологии существуют, потому что большинство вопросов, которые задавали, и мне задают очень много, поверьте, я общаюсь с крупными инвесторами, с олигархами практически каждую неделю, и с большим количеством, особенно сейчас стала работать наша система, это вот по просьбе Анатолия Дуаровича Евницкого, очень многие наши инвесторы, которые работают, они не могут сами убедить и доказать крупным чиновникам, крупным бизнесменам, и мы создали такую систему, когда выводят напрямую на Алексея, либо на меня, мы соблюдая все интересы, сегодня ведем работу, и у меня сейчас очень много времени тратится на то, чтобы проводить обоснования, доказать то, что у нас есть с Алексеем отстроенная система аргументации, когда мы можем очень быстро и доказательно крупным инвесторам доводить информацию, почему им надо сегодня, именно в сегодняшнем этапе входить в проект. Я могу сказать, это приносит очень серьезные результаты, потому что пошел целый ряд крупных инвесторов, которым сегодня уже достаточно доказательной базы для того, чтобы принять решение. Если сегодня нет принятия решения, то есть не хватает доказательной базы, мы говорим, друзья, три месяца вы увидите первые легкие системы, еще полгода вы увидите уже городскую и грузовую, поэтому, друзья, а еще до конца этого года, скорее всего, вы уже ничего не увидите, потому что вход в корневую технологию будет закрыт. Так вот, друзья, сегодня вот этот период, он действительно бывает только на выходе технологии из эмбрионной стадии в стадию уже внедрения. И мы как раз сейчас находимся на этой стадии. Это абсолютно научный прописанный механизм, и такие технологии выходят не очень часто, потому что технологии, которые меняют кординным образом всю цивилизацию, их можно посчитать по пальцам, и все эти технологии в технологических укладах мы как раз расписывали, показывали это, и появление первых фабрик, потом паровых машин, то есть паровозов и пароходов, это появление электричества, это появление двигателя внутреннего сгорания, это то, что кардинально меняло вообще всю цивилизацию, потому что глупо обсуждать цивилизацию до электричества и после электричества, до открытия двигателя внутреннего сгорания и после, то есть что такое цивилизация без автомобиля, самолета, ракеты, или без связи, без радио, без телевидения, сегодня без интернета. Вот так вот, друзья, подошел следующий этап, это транснет, это новый термин, который введен именно благодаря струнным технологиям и школы технико-экономической концепции, автор которой является инженер Юницкий, мы все, я и Алексей, еще наши ребята, которые продвигают именно уже научно-технологическую школу, научно-технологическая концепция этой технологии, мы являемся последователями именно этой школы, и мы закладываем новое научное понятие, транснет, оно сегодня все больше и больше набирает обороты, вот введено это понятие было в 2008 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме, и вот с этого момента именно уже идет развитие транснета как интегрированной технологии, которая включает в себя струнные технологии инженера Юницкого, так же как интернет, это агрегированное понятие, а не технология, она включает в себя и производство микроэлектроники, интегральных микросхем, и производство микроэлектроники уже с точки зрения мобильных устройств, и систему программирования, и дальше уже система облачного построения и хранения информации, и уже распределения информационными полями, чем занимаются такие мощнейшие сегодня корпорации, как Facebook, Microsoft, еще, так сказать, много компаний, понять, чем они занимались, допустим, 10, 20, тем более 30 лет назад, было невозможно. Тем не менее, это сегодня самые капитализированные вещи, и мы сегодня видим, что, допустим, на Западе компания, которая занимается предоставлением интернет-услуг по доставке такси, имеет капитализацию больше, чем российский Газпром. Это тоже, друзья, о чем-то говорит. То есть век вот этих вот монополий и век таких монстров с точки зрения энергетики, он отходит в прошлое, а сегодня мы видим капитализацию таких компаний, как Apple, Facebook, IKEA, это то, что именно Alibaba, это то, что занимается именно сетевым распространением информации и работы с огромным количеством потенциальных заказчиков. Этим как раз сегодня и мы идем по этому пути. Алексей тоже говорил о том, что мы сегодня вводим сетевое построение корпорации. Это тоже абсолютно новая инновационная вещь, которая сопровождает технологию. Никто еще не выводил такого рода глобальный проект, такого рода глобальную технологию с помощью краудинвестинга, с помощью сетевого построения. Но, друзья, тут можно сразу сказать, ни у кого до нас еще и не было такой возможности, потому что интернет и та среда, которой мы сегодня пользуемся, он сформировался только последние пять лет. Пять лет назад о таком информационном вещании, которое мы сегодня с вами ведем, не могло идти даже и речь. Естественно, что вслед за этим мы запустили краудинвестинг, то есть это народное финансирование, когда возможность рисковать небольшими деньгами и участвовать в глобальнейшем проекте. Кстати, здесь мы не новы, сегодня в Штатах, кто знает или кто сталкивался, или кто слышал, сегодня ставят специальные автоматы наподобие Киви, по которым можно купить на 10 долларов акции Apple, на 10 долларов акции Фейсбука, на 10 долларов акции Майкрософта. То есть это также народное финансирование, упрощается, делается. Но сегодня интернет, который вводит именно интернет-экварианг, то есть когда можно банковской картой, не вставая со своего рабочего места, произвести оплату, это, друзья, делает возможным именно доведение до каждого информации и каждое принятие решения, участвовать или не участвовать в проекте. Поэтому это процессы, которые сегодня идут реальными в наше время, и то, что мы это сегодня сделали и направили, канализировали именно на научно-производственный проект Skyway, это, друзья, как раз заслуга Юницкого, как инженера, который сначала спроектировал технологическую систему, называемую Skyway, и струнные технологии Юницкого, потом спроектировал краудинвестинговую систему, как она должна работать и финансироваться, и таким образом уже по нашему воплощению, то есть мы работаем в системе, которая реализует краудинвестинговое направление, сегодня большое количество, больше 150 инженеров, которые реализуют именно технологическую систему Skyway, но все это общая корпорация Skyway, президентом которой является Анатолий Даш Юницкий, и целью, и задачей которой сегодня, это запуск и создание проектов с участием технологий. Я могу сказать, что сегодня ведутся уже десятки серьезнейших переговоров, которые выходят уже на заключение контрактов с применением технологий в различных частях мира, сегодня идет строительство демонстрационного полигона в Марьиной Горке, сегодня идут переговоры на уровне правительства целого ряда стран о выводе этой технологии с точки зрения уже государственной концепции, и это все, друзья, по мере того, как будет выходить и делать, мы будем это освещать, показывать, и сразу тоже могу предупредить, но это я на следующем вебинаре скажу, что начиная где-то с мая месяца, у нас будет меняться концепция подачи информации, потому что сегодня технология выходит на очень серьезный уровень, когда многие вещи, являясь нашей с вами собственностью, то есть когда мы за счет своих инвестиций интеллектуальную собственность перевели уже непосредственно в технологические решения, очень многие решения показывать сегодня, к сожалению, уже нельзя, они являются тайной, и если она будет выходить и продемонстрирована раньше, чем произойдет капитализация, то мы с вами будем терять свои инвестиции, свои деньги, поэтому мы и так уже, друзья, показываем очень многие вещи несколько раньше, это на сегодняшний момент правила игры, потому что этим только мы можем отчитаться перед инвесторами от выполненной работы, но по мере того, как будет увеличиваться поток финансирования за счет заказчиков и крупных инвесторов, то мы, соответственно, друзья, с вами будем менять формат работы. Это тоже естественное развитие технологического процесса, это тоже развитие естественной корпорации, поэтому каждому времени, так же, как было в свое время разных компаний, разных фондов, вот это тоже меняется, сегодня так же переходный период, который меняет именно привлечение инвестиций, это все, друзья, естественное развитие, и то, что было, вот вы пишете, то, что Алексей сказал, один к двум с половиной тысячам, да, друзья, было и такое время, и я на всех этих этапах участвовал, и я могу сказать, что, конечно, те инвестиции, и те вознаграждения, и те зарплаты, которые платил юнитские акции, я могу сказать, что было очень приятно, когда ты получаешь в месяц там очень существенное количество акций, соизмеримое с миллионами долларов, вот, а сегодня, по мере того, как приближаемся к капитализации, я понимаю ценность того, что сегодня есть, и когда меня спрашивают, как вы относитесь к проектам, или как я говорю, друзья, я, наверное, один из немногих, который очень серьезно заинтересован в том, чтобы этот проект двигался, чтобы шел, шел, и это даже не потому, что я в этом проекте 15 лет, и очень много положил на это и временный сил, а просто хотя бы из-за того, что это очень серьезный бизнес, и это очень серьезно будет капитализировать то время, то инвестиции, которые я 15 лет осуществляю в этот проект. Поэтому, друзья, давайте, как всегда, сейчас у нас 5-7 минут перерыв, для тех, у кого наша информация была неубедительна, друзья, ну что делать, не всем мы можем быть доказательны с Алексеем, поэтому, кто считает, что дальше не будет двигаться в проекте, или неинтересно, или он не получил информацию, которую ожидал, с теми мы прощаемся, ну а остальных, друзья, кто заинтересовался, кто двигается, и тут дальше ждем вас на следующем, уже нашем расширенном технико-экономическом вебинаре, на котором мы будем обсуждать уже ряд других вопросов, более углублено, для того, чтобы понимать суть и преимущества технологии SkyWay. Все, друзья, строй SkyWay, спасай планету.